Я Надежда Бушмельева, семейный психолог. Приветствую вас в программе «Практическая психология». Сегодня об осенней депрессии. Узнаем всё вместе с редактором тематических программ Светланы Удельной и гештальтерапевтом Еленой Шаровой. Здравствуйте. 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 Ну что, осенняя депрессия. Вроде бы такого даже и названия-то в больницах нет. Диагноза тоже такого не ставят. Но, тем не менее, с этим состоянием сталкивается, по моей статистике, каждый пятый житель нашей планеты. Светлана, я вот один из них, кстати. Вы один из них, да? Вот так сосчитали нас тут сколько, да? И вы как раз попали. Света, какие симптомы, какие жалобы вы чаще всего предъявляете миру и самой себе? Происходит это, как правило, осенью. То есть ни весной, ни зимой, ни летом, именно осенью. Не хочется вставать с постели, не хочется ничего делать, плохое настроение. Кажется, что вот как день стал короткий, так и жизнь короткая, и ты ничего не успеваешь, и нет никаких радостей. Каждый день грустишь, и так продолжается каждая осень. Ну так, прям бесконечно, да? Бесконечно, да. Недаром, да? У нас ноябрь и декабрь считаются вообще сумерками года. У меня вот, кстати, наоборот. У меня сентябрь-октябрь вот самый-самый сложный месяц для меня. Вот так. Давайте теперь попробуем разобраться, что же происходит, да? Лена, ваше видение вот этой ситуации. Я хочу просто напомнить радиослушателям, что существует такое понятие, как межсезонье. Это переходный период в природе. Человек – часть природы. И мы тоже переживаем переходный период. Ну посмотрите сейчас в окно, что переживает сейчас природа. Она готовится к зиме, она переходит от лета к зиме. И природа, она переходит, если вы заметили, очень тихо. Медленно, так шаг за шагом. Медленно, да. Снижается темп, можно так сказать. Мы это замечаем, и наш организм, встраиваясь в этот темп, тоже начинает требовать того же самого. Он требует тепла больше, уюта, меньше ритма, меньше различных каких-то энергетических всплесков. А если мы привыкли при этом к быстрому ритму, возникает такой внутренний конфликт. То есть мы делаем что-то, что противоречит потребности нашего организма. Соответственно, возникает вот это вот недовольство, такое напряжение. То есть мы недовольны тем, что вообще происходит. Я хочу быстро, а как-то не получается. И поэтому возникает вот такой элемент грусти. Если мы будем больше прислушиваться в этот момент к своему организму, что-то перестроим, что-то сделаем иначе, мы этот период будем переживать, конечно же, значительно проще. Ну вот то, что называют Светлана, это, конечно, не совсем осенняя депрессия, или, можно сказать, совсем не депрессия. Это называется больше хандра, такая грусть по летнему темпу жизни. То есть у меня не всё так плохо. Хорошо, тогда давайте мы с вами попробуем ещё здесь классифицировать другие явления. Например, приходит клиент и говорит, вот вы знаете, у меня даже нет сил идти, например, на работу, там, общаться с людьми, или я просто хочу, чтобы меня не трогали, да? Вот мы с вами должны чётко понимать, что или же мы просто грустим и немножко сбавляем темп, а нам бы хотелось остаться в прежнем темпе, или же вот мы уже начинаем говорить о том, что надо поискать какие-то другие причины, да? Вообще, что с физиологией происходит у нас, когда у нас такое настроение? Физиология также перестраивается вслед за биоритмами природы. И организм в это время, конечно же, требует много серотонина. А серотонин именно в это время вырабатывается в меньшем количестве, потому что серотонин напрямую связан у нас... Я буду сейчас говорить терминами, я надеюсь, что радиослушатели поймут. Серотонин напрямую связан с такой аминокислотой, как трептофан. А трептофан напрямую зависит от меланина. Меланин у нас вырабатывается под действием света. Ну, меланин, чтобы понимали, это вот... Когда мы загораем. Да, когда мы загораем, когда мы принимаем солнечные лучи. Соответственно, света меньше. Солнечных лучей значительно меньше. Световой день короче. Меланина меньше в организме. Это гормон. Да, это гормон. А вот трептофан – это аминокислота, которая вырабатывается под действием меланина и которая стимулирует выработку серотонина. Соответственно, конечно же, у нас в организме вещества, которые помогают нам вызывать радость, вот ощущение вот этого позитива, его становится меньше. Это, скажем так, это нормальный процесс в организме, который происходит именно в перестроечный, в этот переходный период. И организм начинает восстанавливаться, когда появляются первые солнечные лучи, вот это вот мороз и солнце, день чудесный. Вот это вот мы начинаем получать... Испытывали. Сразу же кажется, как будто по-другому на жизнь смотришь. Бодрость появляется, всё, потому что восприятие, да, меланин всё начинает работать, потому что, наконец-то, появляется солнце. Ещё раз говорю, это физиологический процесс, к которому необходимо относиться достаточно спокойно. И причём этому процессу подвержены практически все. Практически все. Просто если люди прислушиваются и создают себе больше душевного тепла, больше какого-то ровного, спокойного состояния, они переносят это просто проще. Конечно, ритм жизни связан у нас напрямую с работой. И если наша работа требует постоянного ритма, а осень нам говорит «успокойся», соответственно, у нас может быть такое вот, да, недовольство тем, что вот не могу я попасть в этот ритм, в котором я хочу находиться. Ну вот это как раз основа конфликта, да, межличностного, внутриличностного, да? Да, можно так сказать. Хорошо, Света, вот смотрите, вы творческий человек, да, и вы, наверное, прекрасно понимаете, что иногда вот эта лёгкая грусть, она нас подталкивает на какие-то такие творческие изыски. Вообще замечали за собой, что вдруг вот... Программу новую записать, стихотворение написать. Вы знаете, вот сейчас говорили о том, что как-то спокойнее воспринимать происходящее, но пришла осень, ну, то есть как-то смириться. И как её нельзя превратить в весну, правда, да? Да, и поэтому вот я на самом деле для себя за те годы, что живу, научилась справляться с этой хандрой, и то есть вот эту вот осень, например, я встречаю уже не совсем с такой большой грустью, потому что научилась принимать. Осень пришла, а это, значит, и зима придёт, и неизбежно наступит весна. Это нужен вот такой просто принцип жизни, то, что у тебя в жизни происходит, как-то просто принимать это, принимать, переживать, делать какие-то уроки, и не останавливаться, не останавливаться и идти дальше. Поэтому я прекрасно знаю, что скоро будет солнце. Скоро будет солнце. Отлично. Вот прямо вот уже хочется точку поставить, да, но мы, тем не менее, будем с вами, попытаемся разобраться, да, с этим состоянием, потому что я знаю, что, ну, по крайней мере, по своей практике даже замечаю, что как вот только сентябрь начинается, так всё больше и больше клиентов именно с этими запросами. Помогите, мне сложно, да, справиться с этим состоянием. Хорошо. Вот давайте попробуем, Лена, сейчас ещё заглянуть немножко, да, то есть мы проговорили про норму с вами, да, но есть определённые предрасположенности, да. Давайте вот об этом поговорим. Почему какие-то люди предрасположены, да, прямо так вот переживать вот это состояние, а кто-то вот более-менее спокойно, как, например, Света это делает? Ну, конечно, необходимо учитывать личностные особенности человека, и существуют характерологические такие черты, которые вообще, при которых человек вообще предрасположен к депрессивным состояниям. Не буду сейчас называть как-то это клинически, какими-то диагнозами, не хочу этим кидаться. Как узнать, что человек предрасположен? Ну, то есть что для него должно быть знаком к тому, чтобы обратиться к специалисту? Да. Это люди, которые с трудом переносят любые стрессы. Маломальский стресс, например, там, предстоящий какой-то экзамен даже по сдаче на права. То есть этот стресс, когда тяжело человек переносит, это первый момент. Второй момент, когда человек очень близко воспринимает любую критику в свой адрес. То есть сразу же слёзы, там, да, или какие-то обиды? Когда начинается, снижается самооценка, то есть я плохой, это тоже признак, когда человек с трудом воспринимает критику в свой адрес. Следующий момент, когда человеку легче кого-то обсуждать, ну, то есть делать акцент на не какую-то негативную информацию, вот здесь плохо, там плохо, посмотрите здесь, как всё плохо. Вообще всё в стране плохо, да? Да, вот когда делается акцент больше на негатив. Это тоже такая личностная предрасположенность, которые вот эти люди, они чаще предрасположены именно к депрессиям. Кроме того, люди, которые, можно так сказать, не берегут себя, которые меняют день с ночью. То есть не прислушиваются к своим биоритмам, да? Полдня спят, ночь бодрствует. Помним о том, что меланин у нас накапливается в организме всё-таки под действием света. Его мало. То есть ночной образ жизни – это сразу же прямая дорога к депрессиям, да? Не всегда. Не всегда. Я знаю некоторых людей, которые живут таким образом, работают по ночам, они активны. Тем не менее, если человек всё равно, вот у него есть возможность спать ночью, днём бодрствовать, а он меняет сам себе этот режим, не заботится о режиме, да, у него может быть депрессия. То же самое можно говорить про, как бы это ни банально звучало, про режим питания. Когда человек предрасположен к употреблению большего количества фастфудов. Фастфуды, они не способствуют... Хорошему настроению. Хорошему настроению они не способствуют выработке именно серотонина. То есть это такой разовый, получается, выплескнут на удовольствие от этой еды, и всё. То есть происходит переизбыток выработки в этот момент, и организм потом начинает требовать всё время этой еды. Это, ну, как ни парадоксально звучит. А можно есть тоже, здесь тоже скажу, комментарий свой, вот как замечала, очень многие же у нас едят вечером, пришли домой, поели и легли спать. И ночью организм вроде бы должен очищаться, и он должен отдыхать, а он перерабатывает эту пищу. И вся энергия ушла на это. И ты просыпаешься уже уставший, а тебе нужно день проживать. А у тебя грусть, тихандра, осень, а у тебя организм уставший. Вот это, к слову, о питании. Да, но, кстати, про питание мы ещё поговорим, потому что это такая прямая зависимость, уже отмеченная специалистами, прямая зависимость между едой и настроением. Но вот ещё я всё-таки хочу попробовать подвести, что женщины больше склонны к этим депрессивным состояниям, нежели мужчины. Вот как-то мужчины умеют, похоже, с этим справляться. Но, тем не менее, и в настоящее время уже, у меня, например, есть клиенты, я думаю, что у вас тоже мужчины, которые приходят и говорят о том, что вот всё нормально было, в течение 20-30 лет я жил нормально каждую очередь. А тут загрустил. А вот здесь такая прямо грусть задолела, что не знаю, что делать. Поэтому и мужчину это тоже никак не спасает. И ещё совсем вчера, наверное, вчера прочитала такую статью о том, что склонны больше к депрессивным состояниям как раз женщины асценического типа сложения. То есть, например, если девушка, знаете, говорят, она такая полненькая, она всегда хохотушка, она всегда такая весёлая. А вот девушки такие, как, например, я, высокие, худенькие, они больше склонны к этим состояниям погрустить, пострадать, ещё что-то такое. А здесь, может быть, наоборот, о, боже мой, я толстая. И ещё больше начинаешь грустить. Нет, там, мне кажется, всё по-другому, да? Ну, хотя, кто его знает. В своей практике просто я хочу добавить, что у меня не было такого подразделения, что худые больше склонны к депрессиям, а полные наоборот. Тут, опять же, связано с личностными особенностями. Я бы хотела по-другому сказать, что если у человека депрессия, он просто автоматически худеет. И тут, скорее, другой процесс идёт, другое взаимодействие. То есть я бы сказала, что все депрессивные, а не худые. Ага, вот как. Они все худые, а депрессивные. Да, 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 это действительно так. Ну что, предлагаю сейчас попробовать найти такую отправную точку. Вот мы с вами понимаем, что в этом состоянии пребываем. Хочется как-то его изменить, это состояние. Что мы можем, чем мы можем себе помочь? Ну, я уже говорила, организм требует тепла, уюта и света. Я бы, наверное, начала с уюта. Что организм просит после лета? Просит цветов, просит красок. Тут, возможно, можно добавить дома больше ярких красок. Причём это могут быть просто отдельные элементы. Яркая ваза с пакетом цветов, скатерть каких-то ярких оттенков, занавески на окнах тоже каких-то таких более летних оттенков. Я очень приветствую всегда цветотерапию. Поэтому тёплые тона, такие как жёлтый, тёпло-зелёный, неярко такой, да, тёпло-зелёный, оранжевые оттенки, они точно должны присутствовать везде дома, даже в еде. Причём доказано, что еда, которая такого жёлто-оранжевого цвета, она как раз таки содержит трептофан. То есть уровень трептофана можно таким образом повышать в организме вот эта аминокислота. Помочь себе, да? Да, помогать. Это бананы, курага, хурма, вот это вот те продукты, которые могут повышать в организме этот уровень трептофана. Кроме того, уют, в чём у нас ещё заключается уют? Это, если общение с друзьями, то такая неторопливая беседа. То есть встреча с людьми, которые тебе очень дороги, которые близки и общение с ними именно на такие неторопливые беседы. Кроме того, максимально себя ограничить от тех стрессовых факторов, от которых мы можем себя ограничить. Я сейчас просто приведу пример, как бы это ни парадоксально звучало. Постарайтесь осенью, когда вы работаете в эти рабочие дни, вставать пораньше. Не потому что, чтобы не выспаться. То есть, ну, соответственно, и ложитесь пораньше. Для того, чтобы не было суеты, когда вы собираетесь на работу. Потому что темп необходим вот такой, чтобы он был везде ровный. Потому что если человек стал поздно и начинает бегать, всё, он начал с суеты. Организм требует другого. То есть, я, кстати, тоже замечала, мне почему-то кажется, что у меня по осени время как будто бы, знаете, оно как будто сокращается. Я всё время не успеваю. И вот теперь я понимаю причину. Но при этом про время, хочу сказать, так как у нас всё неторопливо, и природа у нас такая тоже неспешная в это время года. Не нужно себя гнать. Вот хочешь спать 8 часов, вот нужно спать. Вот я пришла к этому. Я сплю 8 часов, прекрасно себя чувствую. Вообще, моменты высыпания, да, они тоже, сколько ты спишь, да, как ты себя, в каком настроении ты просыпаешься, это тоже очень важно, да. Ещё вот то, что я заметила, тоже хочу со слушателями поделиться. Кто страдает тем же, чем я, ну, то есть склонен к тому, чтобы погрустить, нужно с собой, как с ребёнком. Вот чувствуешь то, что хандра близко. Дышит тебе в затылок уже. Не надо запускать, не надо прям пускать её к себе в душу, чуть-чуть почувствовала, так, нужно что-то как-то отвлечься, расслабиться, пошла, не знаю, сходила на маникюр, на массаж, погуляла, в спортзал сходила. То есть что-то сделала, что тебя отвлечёт и тебя как-то порадует. То есть не надо запускать это состояние. Ага, то есть ты не позволяешь себе вот так вот погрустить, посмаковать, вот прямо... Это не моя история, потому что иначе я ухожу в глубокую депрессию, потом выхожу из неё очень долго, я это уже знаю, то есть с возрастом уже начинаешь понимать себя, знать, какая ты. Поэтому я знаю, что мне нужно поймать этот момент и как-то немножко себя отвести от этого. Отлично. Хорошая рекомендация. Отличная рекомендация, просто я сейчас же... Ну, радиослушатели все разные, кто-то любит спортзал, кто-то не любит спортзал. Кто-то вообще не может вот в это время просто говорить, я всё, весь день хожу в пижаме, я не могу заставить себя даже просто переодеться, я не могу заставить себя расчесаться. То есть вот представляете, вот это вот тяжёлое состояние, да, при этом это не психиатрия, при этом это не медикаментозное лечение, а хочется человеку справиться с этим с помощью психологии. Вот самая главная, вот в этот период времени не начинать чего-то новое. То есть некоторые... Это же очень много ресурсов надо потратить. Да, свойственны, например, женщинам в том числе, когда они почему-то именно осенью, именно в этот период начинают садиться на диету. Не стоит в это время начинать какие-то новшества, какие-то эксперименты на себе. Время для экспериментов отлично – это зима. Когда уже устойчивая погода, экспериментируйте на здоровье зимой. И вот когда погода установится, в данный момент, если вы не ходили в спортзал, и вам это не свойственно, не нужно начинать делать это вот именно в этот переходный период. Можно ещё глубже уйти, да? Конечно. Вы себе темп просто поменяете вот с вашего, с потребности организма, да, на другой. То есть прислушивайтесь к тому, что хотите вы. Ещё существуют, например, такие понятия, как тёплая атмосфера, я уже говорила, да, теплоту требует организм. Теплота, я уже говорила, с друзьями общения. А ещё есть такое, так называемые, тёплые продукты, ну, в кавычках тёплый продукт. Это, например, мёд. Когда мы даже просто на него смотрим, возникает ощущение тепла, потому что он несёт в себе энергию солнца, этот продукт. Это блины. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, это ассоциация с масленицей или ещё с чем-то. Солнце. Это круг, это тоже ассоциируется у нас. Горячий шоколад, тёплая какао, чай с корицей – это всё продукты, которые вызывают ощущение тепла. И вот это можно себе просто создавать атмосферу. Например, завтракать не как обычно кофе, а сделайте себе тёплая какао или чай с корицей. Вы получите больше энергии в этот момент, нежели от кофе. Вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что, например, вот эти же согревающие имбирь, вот эти чаи, например, мы тоже их можем использовать. Конечно. А вообще, ведь осенью это понижение энергетического уровня организма. Что мы можем, как мы можем поднять? Это уже вот третий момент, то, что я говорила, это свет. И существует даже такая рекомендация. Когда вы утром встаёте, попробуйте вот в этот момент. Мы же встаём на улице ещё достаточно темно. Ну, по крайней мере, сейчас уже сумерки, когда мы встаём по утрам. Включите везде свет, помогите организму до конца раскрыться, потому что в тёмное время суток организм требует, ну, он просто хочет спать. Максимально, когда человек встаёт и везде включает свет, ходит по квартире по светлой, он достаточно быстро активизируется, и уровень энергии повышается достаточно быстро. Я уже говорила, что вставайте пораньше, чтобы, если вы готовитесь на работу, чтобы у вас было время побольше уделить себе. Раскачаться. Раскачаться, уделить себе, может быть, даже оставить время, почитать какую-то любимую книгу, чтобы вот как раз-таки вот войти в этот ритм осенний. Он такой замечательный ритм, я люблю этот ритм, если честно. Я люблю его больше, чем зимний. Потому что здесь есть много возможностей подумать, поанализировать, заняться творчеством масса возможностей в это время. Потому что человек, вот у него потребность уделить больше времени именно себе. Вот история есть в жизни. Мужчины же, они экспериментаторы, им всё время надо как-то улучшать это пространство, себя совершенствоваться. И вот мужчина сидит и говорит, я знаете, что сделал? Когда почувствовала, что я в состоянии вот в таком уже, да, такой какой-то хандры осенней, да, он говорит, я выкрутил дома все лампочки белого света и вкрутил свет жёлтый. И сразу же говорит, и семья зашевелилась, и вот у меня такое ощущение, что как будто бы сезон даже немножко сместился, да. Вот даже вот такие практически вот моменты, да, вы пробуйте и ищите, потому что это же ваша жизнь и качество вашей жизни, да, страдает или наоборот улучшается. И вот ещё хотелось заметить по поводу того, что, Лена, как-то у вас же слышала, что когда не хватает вот этой энергии, да, очень она помогает с помощью всевозможных специй, да, вот каких-то горчинок таких, да. Это тоже всё, расскажите нам. Любые специи, ну, здесь тоже индивидуально, потому что нет такого рецепта, что вот только эти специи. Любые специи, которые, ну, так называемые восточные специи, это же кориандр, вот я уже говорила корица, иногда тмин, то есть, опять же, по вкусу. Вот лично я, я предпочитаю корицу, если, например, я даже пью кофе, я люблю там щепоточку корицы. А восточная специя, она несёт в себе вот это тепло, ощущение тепла, потому что мы привыкли, что у нас вообще эти специи ассоциируются с теплом, с солнцем, с яркими красками, но для нас вообще восток что-то нечто яркое. Действительно. И организм начинает воспринимать это в то же самое, у нас же организм целостный, и память, вот наша память, она реагирует по-своему на вот эти вещи. Соответственно, конечно же, больше специй и меньше соли. Как ни странно, соль у нас ассоциируется больше с зимой. Да, действительно, солёные огурчики, капустка там, да, ещё что-то такое. Поэтому уменьшить количество солёных продуктов и увеличить количество именно специй, именно восточного ряда специй. Света, скажите, пожалуйста, вот вы с помощью того, что, ну, понятно, что там, да, я сама ставлю себе задачи, сама их добиваюсь, я себя контролирую, я пытаюсь каким-то образом, там, не дать себе упасть вот в это состояние осенней депрессии. Чем ещё вы себе помогаете? Я общаюсь с детьми. Вот дети помогают очень, очень. И маленькие, и большие дети. Ну, мало того, когда у тебя у самой ребёнок, то у тебя нет возможности утром лежать в кровати и говорить самой себе, я сегодня ничего не хочу, потому что тебе надо вставать его кормить и его одевать, и везти в школу, или в садик, или ещё куда-то. То есть это хорошая такая, да, пилюля. Да, это такая пилюля. Ну, и, во-вторых, дети же, они же солнечные, поэтому в них столько энергии, и пообнимаешь его как-то, и уже жить легче становится. Да, хороший, кстати, рецепт. Ещё хотелось бы узнать, вот если, например, мы с вами понимаем, что вот, ну, всё уже, и в питании, там, да, помогли себе, и свет, и вот, и дети нас окружают, но, тем не менее, мы застряли в этом состоянии. Как психология нам может в этом помочь? Я бы в любом случае посмотрела, какие есть симптомы в этот момент, потому что, когда мы говорим об осенних хандре, мы должны помнить о том, что истинные депрессии тоже обостряются в этот промежуток времени. Да, то есть вот давайте немного об этих состояниях. Да, если говорить про истинную депрессию, то там есть очень характерные симптомы. Это именно тоскливое состояние именно по утрам, вплоть до слезливости, плаксивости, саможалости. Депрессия – это точно снижение аппетита. Почему-то некоторые говорят, я много ем, у меня депрессия. Это другое состояние, это не совсем депрессия. Снижение аппетита, причём вообще человек не хочет есть это, во-первых, а во-вторых, даже если ест, он не чувствует вкус еды. Он говорит, я ем, потому что мне сказали, надо поесть. Это вот тоже признаки истинной депрессии. Третий момент. Ну, соответственно, человек худеет на фоне депрессии, я уже говорила. Нарушение сна. Человек с трудом засыпает, ночью просыпается неоднократно, и сон получается такой поверхностный, то есть он вообще слышит всё, что происходит дома. То есть не высыпается человек абсолютно. Вот, кстати, при осенней хондре человек, наоборот, хочет спать, и он, если ложится, он глубоко засыпает. Как медведь в берлоге. Вот это осенняя хондра, то есть это вот то нормальное состояние, про которое мы говорили. При истинной депрессии там сна нет. Сон очень такой поверхностный, неглубокий, с пробуждениями и даже с тревожными состояниями. Следующий момент. Бывают нарушения стула. Склонность к запорам. Это тоже признак, вот если в сочетании со всеми этими признаками есть ещё склонность к запорам, это признак истинной депрессии. А это относится и не только к взрослым, но и по детям, да, можно тоже понаблюдать? Ну да, по детям, конечно же, тоже можно понаблюдать. Например, по подросткам, да? Да, вот подростковый возраст, когда происходит у них, они особо склонны к таким состояниям. Я не хочу тоже говорить, что это прямо такой диагноз-диагноз. Здесь точно необходима консультация просто уже специалиста, там, психотерапевт, клинический психолог, психиатр. Неважно, к кому вы пойдёте, самое главное, чтобы была консультация, потому что этот момент необходимо исключить. Да, дело в том, что мы с вами должны чётко понимать, что самолечением, да, вот если это истинная депрессия, мы заниматься просто не имеем права с вами, да, потому что это категория специалистов, да, и самое худшее, что там может, если, например, вы не помогаете себе или не помогаете человеку, который склонен к этим состояниям, да, это у нас суицид, да? Ну, может быть, склонность, да, может быть, склонность к этому. Вот, поэтому мы должны с вами делать профилактику. Ну, это я сейчас так научилась как-то с собой ладить. Не всегда так было. Я помню, был момент, когда я пришла к психологу, и психолог мне сказал, что у тебя не просто депрессия, у тебя затяжная депрессия. Поэтому, ну, вот нет такого, да, вы улыбаетесь? Ну, во-первых, психолог не ставит эти диагнозы. Этот диагноз может поставить... Психиатр. И то не один, а комиссионно. Это первый момент. Ну, то есть я бы так аккуратно относилась прямо к таким вот, к разбрасыванию таких вот диагнозов со стороны психологов, психотерапевтов. А я услышала и расстроилась ещё больше. Конечно, естественно, конечно. Когда работаешь вообще для людей, которые вот, ну, понимают, что у них серьёзные какие-то моменты, увидели у себя эти симптомы, необходимо... Во-первых, необходимо сразу идти к специалисту именно медицинского профиля, то есть человек, который имеет медицинское образование в том числе. Это не просто психологи там простого, да, профиль там педагогии, а именно, я уже говорила, клинические психотерапевты, психиатры. Можно сразу идти к психиатру. Это не значит, что ты, как некоторые говорят, ты псих. Это для того, чтобы исключить моменты и помочь себе очень быстро в этом состоянии. И стесняться этого не надо. Да, и в то же время вы должны чётко понимать, вот я всегда об этом говорю, что психолог, он не может прописать вам какое-то медикаментозное лечение, да. Это всегда прерогатива с медицинским образованием человека. Поэтому, например, антидепрессанты, которые помогают иногда выйти вот из этих состояний, да, это, конечно же, обязательно должен быть специалист. Вы не можете сами себе назначить антидепрессанты, их купить и начинать принимать. Но психолог может помочь разобраться в ситуации. Это тоже очень важно. Да, конечно. Вы, кстати, меня спросили, как я со своих андрой борюсь. У вас была прекрасная программа. Кстати, слушатели, можно её найти у нас на сайте хакирова.ру про ароматерапию. Вот это я тоже очень хорошо использую. То есть вот эти вот все ароматы, мандаринка тебе, вот как раз корица, вот эти вот все такие тёплые запахи, если тебя окружить ими, то это тоже будет помогать. Или, например, конец дня, когда ты уставший, то вот хвойные, например, какие-то так немножечко понюхал. Расслабиться, да, чтобы... И уже как-то тебе попроще на мир смотрится. Ещё я знаю, что у вас есть секреты. Да, расскажите нам, как ещё можно себе помочь выйти из состояния осенней хандры? Если говорить про секреты, то я практически всё сказала. Мне очень понравилась рекомендация общаться с детьми. Это тоже одна из рекомендаций, общаться с семьёй. Но опять же, если в семьёх всё хорошо, потому что иногда бывают конфликтные ситуации, ну, то есть это не совсем та ситуация, когда нужно общаться с семьёй, да, в этот момент. Но семья, близкие люди, они точно поддерживают в этой ситуации. Причём общаться не с той цели, что давайте-ка мы с вами пообщаемся, чтобы выйти из хандры. А для того, чтобы создать ощущение уюта, ощущение теплоты, ощущение света. При этом здесь можно устраивать, например, в выходные дни небольшие путешествия, такие, можно сказать, вылазки, например, в осенний лес. Да, это любят все, да, собирать вот эти листья. Правда, листья у нас уже пожухли, пошли на убыль. В любом случае, когда мы выезжаем на природу, соприкосновение с природой в светлое время суток, я сейчас говорю, да, днём, оно даёт нам тоже прилив энергии. Ну и пребывание на свежем воздухе, да, это тоже. Пребывание на свежем воздухе, опять же, когда тепло одет. Здесь тоже необходимо, вот эти все моменты необходимо учитывать. То же самое можно говорить, если вот, например, ну, к примеру, ну, не любят ездить люди на природу, я таких не знаю, но вдруг вот... Вдруг такие есть. Да, вдруг такие есть. Вот в этот момент ещё рекомендуется организовать какие-то настольные игры. Любые настольные игры, которые предполагают сидение кругом. То есть, да, вообще вот эти вот... Магия круга, да, даёт себе знать. Вообще магия круга, она очень сильная, это вот с точки зрения психологии, любые посиделки, которые создают вот такие ощущения вот этого круга. И настольные игры, они, во-первых, отвлекают, во-вторых, они вызывают ощущение азарта, то есть адреналин, он делает своё дело, и это опять теплотообщение. У меня, кстати, тоже ещё две рекомендации есть нашим слушателям, может быть, кому-то и пригодится. Вы сейчас говорили про выезды на природу, а я люблю выезжать, но куда-то подальше. Это, мне кажется, как раз очень хорошее время. Ну, не можешь ты сейчас поехать куда-то в тёплую страну, куда-то там далеко выбраться. Съезди в соседний город, сядь на электричку и съезди в соседний город или в машину свою. Недалеко и там погуляй, и у тебя уже картинка сменится. Ты там и погуляешь, и воздухом подышишь, и на что-то новое посмотришь, может быть, и познакомишься с кем-то. Это тоже очень помогает, и я это достаточно часто использую. И ещё, что касается встреч с друзьями, вот вы сказали, какие-то настольные игры, я люблю встречаться с друзьями и вместе готовить. Мы что-то делаем вместе, а потом это едим. А потом ещё можно попроводить. Да, а потом ещё можно, например, взять и посмотреть вместе какую-то комедию. Или, например, мультики, добрые, старые, советские мультики, которые тоже поднимают настроение. У меня есть ещё один вопрос. Вот осенняя хандра, и потом у нас зима, и там достаточно много праздников. Я знаю, что многие люди как раз грустят по поводу того, что они с кем не встречать. Ну, есть такие люди одинокие. И вот в данном случае, как здесь вот справиться с этим, радоваться этим праздникам и не уходить в депрессивное состояние? Ну, это не совсем уже осенняя хандра, это предпраздничная хандра, то, что Вы говорите. И чаще всего она возникает перед Новым годом, это уже зимний период времени. Ну, к нам тоже обращаются к психологам такие клиенты, которые приходят и говорят, Новый год, у меня паника. И мне уже грустно, и я уже хочу реветь, потому что мне не с кем отмечать. Вот осень – это как раз то самое время, когда можно об этом заранее позаботиться. Это как раз то время, когда можно создать те знакомства, тёплое знакомство, которые потом перейдут в хорошую дружбу. И в хороший Новый год. Да. Это как раз понять, с кем ты хочешь общаться, кто для тебя дорог, и кто создаёт у тебя это настроение из твоего окружения. Не нужно думать об этом за три дня до Нового года. То есть готовиться к этому полномерно, да? Да. Да, это, знаете как, с Аней летом, вот то же самое и здесь. И поэтому как раз отличный период сейчас общаться, больше общаться в тёплой обстановке, ездить куда-то, знакомиться с кем-то. Причём ездить – это вообще любой выход из стресса, это вот поездка куда-то. Смена обстановки – это всегда выход из стресса, и это хороший отдых. Поэтому, пожалуйста, сентябрь месяц сейчас, октябрь месяц, там, сентябрь уже прошёл, ноябрь месяц – создавайте новое знакомство. Тёплое, уютное, которое вам приятно. Ну что, сегодня мы с вами говорили об осенней депрессии, или ещё её иногда называют в народе хандра. Я думаю, что очень было много полезных и интересных рекомендаций и от Светланы Удельной, и от гештальтерапевта Елены Шаровой. Ну а я, Надежда Бушмельева, хочу пожелать вам хорошего настроения, ярких эмоций от каждого дня, таких душевных-душевных дней, ну и радости. Всего самого доброго вам. До свидания. До свидания.